Ха-Джун Чанг. Съедобная экономика. От автора бестселлера «Как устроена экономика». Съедобная экономика. Простое объяснение на примерах мировой кухни. Перевод с английского Оксаны Медведь. Посвящается моей жене Хи-Джон, дочери Юни и сыну Джин Гю. Вступление. Чеснок. Манул Чан Ачи. Маринованный чеснок. Корейский рецепт моей мамы. Головки чеснока, замаринованные в соевом соусе, рисовом уксусе и сахаре. Когда-то, очень-очень давно, в стародавние времена, люди страдали и прозябали в страшном хаосе и невежестве. Что ж, приходится признать, с тех пор мало что изменилось. И в какой-то момент Хванун, сын царя небес, сжалился над ними и спустился на землю, а точнее туда, где сегодня находится Корея, и основал город богом. В городе том он возвысил род человеческий, даровав людям законы и бесценные знания о сельском хозяйстве, медицине и всевозможных искусствах. И вот однажды к Хвануну подошли медведицы и тигр. Они видели, что он сделал, и понаблюдав за тем, как устроен этот новый мир, очень захотели переродиться в людей. Сын царя небес пообещал им, что это произойдет, если они удалятся в пещеру и проживут там сто дней в полной тьме, без единого лучика солнечного света, питаясь исключительно манулом, чесноком и суком. Примечание. Артемиза принцепс. Латинское. Травянистое растение с горьковатым вкусом, произрастающее в Восточной Азии, и известное также под названием Корейская полынь. Здесь и далее примечание автора, если не указано иное. Сказано сделанным. Животные отправились в глубокую темную пещеру. Однако не прошло и нескольких дней, как тигр взбунтовался. Да это же просто нелепо. Не могу я жить на каких-то вонючих луковицах и горьких травках. Все, с меня хватит. Возопил он и быстрее ветра выпрыгнул из пещеры. А вот медведица терпеливо придерживалась указанной диеты. И через сто дней действительно превратилась в прекрасную женщину Уне. Буквально переводится как «женщина-медведь». Позже Уне вышла замуж за Хвануна и родила сына. Его нарекли Тангуном. И впоследствии он стал первым правителем Кореи. В общем, моя страна — Корея. В буквальном смысле слово обязано своим существованием чесноку. Это видно по всему. Взять хотя бы наше любимое национальное блюдо. Кореян фрайт чикен. Жареную курицу по-корейски. Примечание. На мой взгляд, куда вкуснее того, что вам подадут в Кентаке «Фрайт чикен» и подобных ресторанах быстрого питания. Это же просто какой-то разгул чеснока. Готовится она в кляре с добавлением мелко нарубленного чеснока и обычно подается в остро-сладком соусе чили, в который тоже кладут чеснок. А многим моим соотечественникам недостаточно измельченного чеснока в маринаде для пулькоги. Пулгоги буквально переводится как «огненное мясо» — блюдо из тонко нарезанных кусочков говядины, приготовленных на гриле. И как же они решают эту проблему, спросите вы? Едят мясо в прикуску сырым, либо обжаренным на гриле чесноком. А еще у нас чрезвычайно популярно соленье «манул чан-ачи». Это не что иное, как головки чеснока, замаринованные в ганджанге. Ганджанг — соевый соус. И рисовым уксусе с добавлением сахара. Таким же способом маринуют перо и стрелки чеснока. Мы едим жареные побеги чеснока, часто жареными сушеными креветками. А еще мы бланшируем их и подаем под сладковатой заправкой на основе чили. И разве можно не упомянуть о нашем национальном блюде под названием кимчи? Это маринованные особым способом овощи, чаще всего пекинская капуста, бэчу. Хотя вообще-то овощи могут быть любые. Если вы хотя бы немного разбираетесь в корейской кухне, при слове «кимчи», вам, скорее всего, вспоминается молотый перец чили. На самом же деле некоторые виды кимчи готовят без этой специи. Но никогда, ни за что, ни в коем случае без чеснока. Примечание. За единственным исключением. Буддийским монахам в храмах не разрешается употреблять чеснок в пищу и готовить блюда с чесноком или луком. Равно как и, ну это понятно, с любым продуктом животного происхождения. Идем далее. Почти все корейские супы готовят на основе мясного либо рыбного бульона. Во второй обычно кладут анчоусы, но часто добавляют креветки, сушеные мидии или даже морского ежа. И обязательно с чесноком. Во время корейской трапезы на столы, как правило, ставят множество маленьких плошечек для закусок. Их называют панчхан, что переводится как дополнение к рису. И в большинстве из них в том или ином виде присутствует чеснок. Сырой, жареный или вареный. Причем неважно, из чего сделана закуска. Из овощей, мяса или рыбы. И какие в ней продукты. Планшированные, жареные, тушеные или вареные. Мы, корейцы, не просто любим чеснок. Мы его возделываем, заготавливаем и поедаем. В огромных, поистине промышленных масштабах. Мы, по сути, сами чеснок. Подсчитано, что в 2010-2017 годах средний житель Южной Кореи за год съедал ошеломляющие 7,5 килограмм чеснока. Рекордного показателя 8,9 килограмм мы достигли в 2013 году. Это более чем в 10 раз больше, чем ели в том же рекордном году, например, итальянцы. Какие-то жалкие 720 грамм на человека в год. Словом, если говорить о потреблении чеснока, итальянцы, по сравнению с нами, выглядят дилетантами. Примечание. Именно так выразился британский поэт и журналист Джеймс Фентон в репортаже в Independent, опубликованном накануне Олимпиады в Сеуле 1988 года. Даже французы, которых британцы и американцы считают истинными чеснокоедами, в 2017 году съедали смешные 200 грамм на человека. Менее трех процентов от того, что потребляли мы, корейцы. Еще одни дилетанты. Ну хорошо, признаю, мы не проглатываем все эти 7,5 килограмм. Немалая часть чеснока остается в рассоле кимчи, а эту жидкость обычно выливают. Примечание. Иногда, впрочем, в ход идет и этот рассол. Корейцы нередко используют его для придания аромата жареному рису. Бакумбаб. Бакум тут означает жареный, а баб, соответственно, рис. Особенно, если речь идет о кимчи бакумбаб. А еще, если на кухне не нашлось ничего получше, они могут добавить его для вкуса в скучноватый суп с лапшой или в рис. И когда едят пулькоги или другое маринованное мясо, очень много нарезанного чеснока остается плавать в мясном маринаде. Но даже если учесть, что этот замечательный продукт выпиющим образом разбазаривается на что попало, объемы его потребления огромны. Действительно огромны. Если ты всю жизнь прожил среди таких любителей чеснока, тебе и невдомек, насколько много ты его ешь. Во всяком случае, так было со мной, когда я в конце июля 1986 года, будучи 22-летним парнем, садился на рейс авиакомпании «Корейн Айр». Мне предстояла учеба в аспирантуре Кембриджского университета. К тому времени я не то чтобы совсем ничего не смыслил в области авиапутешествий. В моем, так сказать, багаже имелось аж четыре перелета. Я дважды летал туда и обратно на теплый островок, расположенный к югу от материковой Кореи. Путь туда был недолгим. Полет между Сеулом и Чаджу длится чуть меньше 45 минут, так что весь мой летный опыт на тот момент не дотягивал и до трех часов. Однако нервировала меня вовсе не перспектива первого в жизни длительного авиаперелета. Я впервые покидал Южную Корею. Надо сказать, на родине меня до этого времени удерживала отнят не бедность. Мой отец был тогда высокопоставленным госслужащим.